здравствуйте мы дорогие зрители с вами Датурнелсис и в сегодняшнем ролике мы обсудим тему двух братьев саммерс нет не этих хоть скотт и алекс в первую очередь вспоминаются из данного семейства но есть еще два брата которых мало кто знает об одном из них практически даже не упоминают но давайте как раз и углубимся в данную тему этими же двумя братьями являются габриэль саммерс он же вулкан и адам неромани или же попросту адам икс они являются младшими братьями семейства саммерс а как так получилось сейчас мы и узнаем она история начинается тот момент когда семью циклова похищает империи шар но если скотт с алексом успели выпрыгнуть из самолета и спастись хоть в дальнейшем разделившись о их отцу и матери не так сильно повезло ведь после захватов живот матери этих братьев был скрыт из оттуда заживо был вытащен младенец которым является габриэль саммерс чувствуется на глазах у его отца который на тот момент мы знали как просто кристофер саммерс но в дальнейшем он станет никем иным как корсаром космическим пиратом много об этом как то в другой раз после того как его вытащили из чрева матери габриэль не погиб его выместил специальный инкубатор где он смог достичь подросткового возраста а в дальнейшем использоваться в качестве раба у империи шар но побольше на этом гены его матери также не прекращали использоваться тогдашний император дикен да еще мразь если честно решил добавить свою родосовную ген икс из-за чего соединил гены их матери которые являются переносчиком гены их семействе саммерс и свои гены из-за чего у нас появился адам которого воспитал некий джонас который раньше был лидером имперской гвардии шар но покинул данную должность после чего похитил тогда еще мало сформированного ребенка и отправился с ним на планету фермеров где долгие годы воспитывал как родного сына но какие его родные братья а там был носителем гена икс из-за чего у жителей его деревушке начали возникать вопросы к необычному ребенку за чего пришлось отгораживаться его приемному отцу который объяснили тому что в будущем ему придется отправиться на землю чтобы искать ответы своим прошлым но все оказалось не так просто ведь на планету наблюдают хрустальные когти если не вдаваться в подробности это культ который верит то что дикен это единственный правильный правитель для империи шар хотя сам дикен это по сути мразь еще редкостная так что они самые позитивные ребята но давайте продолжим они решили что адам должен сесть на трон а сами не ему успешно промоют мозги счастью его приемный отец пожертвовал собой чтобы спасти ребенка а сам адам умудрился сбежать многие годы скитаясь по космосу но пока адам занимается не пойми чем у нас на землю вернуется габриэль который попал под прописательством мойра мактакгер и вошел во второй отряд людей икс собранный чтобы спасти оригинальных и из когда они попали в плен кракоа как вы понимаете времени было крайне немного на подготовку за чего такие персонажи как суэд она же девушка способна контролировать временем дарвин который способен адаптироваться и петра которая способна контролировать геокинезом не смогли ничего противоставить острову кракоа точнее как не смогли у них получилось освободить циклопа который видел как острове пожирает чего у скотта получилась психологическая травма и чувство вины за все это ведь не погибли ради него север же героически считая что он делает лучше стирает воспоминания об этом но не только циклопу а и мой ремок такерт ведь мы просто хотим помочь мы не хотим что вас обременяло чувство вины а не хотим что наша репутация была чистенькой и беленькой ладно переходите по подсказке у нас есть отдельный ролик на тему темной стороны профессора икс ну а что же было с габриэлем его командой ну по сути случилось все так петроф имеет способности геокинезу создал пещеру который команда смогла кое-как выжить правда только двое из команды а именно дарвин и сам габриэль из-за чего долгое время сидя без еды и воды они понимали что скоро они все равно умрут и дарвин принимает героическое решение пожертвовать собой он превращается в энергию и заряжает габриэля из-за чего последний упадает состояние анабиоза никак не имея возможности выбраться из данной комы до того момента пока энергетический разряд от дня м не разбудил его и не дал возможность сбежать хотя об этом мы немного позже ведь до этого момента на землю успел прилететь адам а что делать было адаму который ничего не знает о данной планете ища ответы по сути особо ничего все что у него получится ты пересекся с мистером стронгом который имеет небольшую мутацию хотя в целом его тело и разум прямо на пике человеческих возможностей а у него еще есть история с тем как от него ушла жена из-за мутации но сейчас это не суть ведь все что сделал стронг для адама то что он дал ему прозвище адам x и предложил место в команде икстрим где у него зависался роман но девушка и решила сбежать из команды когда понял что мистер стронг не такой позитивный каким казался в самом начале из-за чего адама отправили на ее поиски и он пересекся с командой x force которую легко сумел раскидать с момента пока не умешался кейбл в дальнейшем они вместе объединились против мистера стронга и кейбл предложил ему место в команде но так как адам до сих пор искал ответы на свое происхождение он отказался и отправился на поиски ответов то по итогам свело ненадолго с синистром и аркадой что уже выявило начальник савьера правда туда он не решил направляться с самого начала и решил заехать на аляску где по счастливому комиксному совпадению терпел крушение филипп самерс дедушка нашего циклопа из-за чего адаму пришлось его спасать и заботиться несколько дней пока не прибыли спасатели в больнице же наш адам пересекся с джим грей которая подобно тому как она ощутила связь с кейбла и семейства самерс ощутила подобное и с адамом но объяснить не смогла дальнейшая же его судьба пересекла его с эриком рыжим или же эриком красным в зависимости от переводов которые попытаются промыть мозги адаму и использовать его против сына капитана марвела геннис вэлла но ничего по итогу не получилось ведь адам сумел прийти в себя в дальнейшем герои объединились против него в дальнейшем адаму опять придется противостоять нашему рыжему тот похитит бабушку и дедушку циклопа и хоть адам поначалу не будет сильно ходить в это ввязываться но когда он узнает свое настоящее происхождение и что он связан с данной семьей он не задумываясь придет им на помощь а также откажется своего места на троне империи шар ведь он не хочет чтобы его судьбу выбирать за него из-за чего было принято решение стереть все упоминание о том что он является наследником империи шар а адам решил остаться на земле ведь тут еще есть много работенки правда данного персонажа так редко использовать что что он делает непонятно и хоть ему в дальнейшем повезло быть на фоне разных событий и помочь несколько раз людям x но какой-то особой сюжетной ролью он таки в дальнейшем не получил максимум что можно отметить это то что время эры каракола он присоединиться к своей нации мутантов а в альтернативной вселенной он даже был одним из тех кто рассматривался среди новых людей x но к сожалению проиграл правда об этой версии большего не расскажешь оригинальный же адам каким-то образом попал на мод же ворлд вместе с несколькими другими персонажами и против своей воли стал стримером реагируя на разные телешоу из мод же ворлда да такую судьбу и врагу не пожелаешь ну ладно момент об нем ничего не известно но насколько нам ясно он жив и здоров и на данный момент находится в мод же ворлде так что в события fall of x его никак не застали ну а из способностей же адама у него есть некая форма пирокинеза точнее как она немного особая ведь он может поджечь кровь и изменить ее температурное состояние и относится это не только к его крови и крови любого его противника для чего он носит специальные когти с помощью которых он может легко добыть так нужный ему ресурс во время битвы также нет никаких ограничений на количество жертв так что если хотя бы несколько оперативников пустили кровь он может превратить их в взрывчатку или же наоборот сжечь история же габриэля в этом плане намного интереснее за что он получил больше так сказать популярности ведь в дальнейшем у него не просто получилось очнуться от своего заточения у него получилось и отправиться к профессору икс чтобы отомстить но после битвы с людьми икс он решил переключить свое внимание на другой объект своей мести а именно на известного уже нам императора дикена который на тот период времени был в коме но это не остановило вулкана который захотел отомстить всему роду дикена и начал он с императрицы лиландры возможно кого-то известный по мультсериалу 92 года ну и так вот для свержения лиландры он решает договориться с другим родственникам диена а точнее родственницы известной как птица смерти с которой несмотря на ненависть к императору дикену у него сформируются отношения и они будут даже весьма крепкими несмотря на не самый приятный характер обоих персонажей не вдаваясь же в особые подробности можно сказать что у вулкана получится прийти к власти империи шар и в дальнейшем жениться на птице смерти правда многие не будут довольны данным решением из-за чего разгорится гражданская война который массово огонь также подойдет то что он во время своего правления вулкан разрешит расширять территории своей новой империи что случайно и выберет сейчас другой космической империи а именно империи крис который на тот момент проявил черный гром то придет к масштабной войне двух космических наций что уже окончательно привело к тому что его свергли с трона же в этот период он попытался убить профессора и с помощью кристаллом кран правда к сожалению или к счастью не получилось а в альтернативной же вселенной результатом данного взрыва который он запустил привело к тому что он стал новым владельцем силы феникса правда к сожалению как всегда в этих историях финал плач лечебный но в дальнейшем его жену также похитили потому что она носила его ребенка полумутанта полушар который имеет крайне большой потенциал и к сожалению мы его так и не узнали ведь дальнейшем даже после того как он вернул свою жену она решила что ребенку не место под коверных играх империи шар сами они не лучший вариант для того чтобы воспитывать ребенка учитывая их психические проблемы и тут я не могу с ней не согласиться потому что ну блин это считай космическая игра престола у которой ребенку не самое лучшее место кстати один интересный факт об генеалогии семейства саммирс ведь после женитьбы на сестре дикена птицы смерти он считается для этого не просто братом он и считается для него дядей к сожалению эти двое таки не обсудили данный вопрос так как к сожалению они единственные братья саммирс которые таки не пересеклись дальнейшая судьба габриэля сложилась так что он вернулся на кроко но в этот раз не в качестве пленника а в качестве части нации мутантов где он с ним место в доме саммирсов правда его ментальные проблемы никак не могли ему социализироваться ведь он постоянно видел видение своих погибших товарищей которые в отличие от многих на кроко так и не воскресили я блин у ребят действительно мощные способности которые могли бы пригодиться даже хотя бы поэтому и стоило бы воскресить но кто я такой чтобы это решать так сверху дальнейшем зелыстик все же решил помочь габриэлю и вмешаться в его разум чтобы как-то нормализовать и прекратить видение в его голове всего настолько плачевно что никакая помощь не помогла и он нечаянно убил профессора а также еще нескольких персонажей хоть их без проблем воскресили но в доме саммирса он больше был нежеланным гостем дальнейшем габриэль участвовал в терраформировании марс как и все мутанты омега уровня только и тут он успел отличиться ведь в один момент до прибыли послы из империи шар которым тот начал угрожать и заявлять что я истинный правитель вы должны поклоняться мне дальнейшем конфликт только разгорается и приходит то что он сражается как с санспотом так и со шторм который в конце концов смогла его восстановить дальнейшем ему предложили место в новой команде люди икс которая должна была окончательно закрепить правление новых мутантов ведь нация жившая на ораку не сильно желала присоединяться к ракуа за как они говорили больше мягкотелости ведь того что у них есть воскрешение в отличие от марсиан прежде согласился выйти под против здешнего правителя и к сожалению он потерпел нещадное поражение после чего был брошен в местную тюрьму в следующий раз его видео время войны генезиса когда жена пока решила устроить свои порядки на марсе и доказать что он должен выживать сильнейший сильнейшие должны жить и особо и подчиняться в принципе доказать то что штурм устроил рассадник слабых на марсе сам же габриэль чего-то особо не показал но пока используя его способности для создания нового острова который мог наработать сражаться с ораку который стал на сторону генезис ну а если вы не понимаете что такое оракуа у нас есть целый отдельный ролик на данную тему можете перейти по подсказке ну а на это у нас пожалуй все и к сожалению несмотря на то что у данных братьев есть несколько пересечений в их биографии они таки не смогли встретиться хотя я бы посмотрел на то как габриэль общается с настоящим наследником империи шиар ну а в плане же альтернативной версии к сожалению мало что можно рассказать так как ада в принципе не появляется на других землях габриэль имеет только один ваты в котором он случайно убил классическую команду людей икс которую захватил крокоа его же оригинальная команда остались живых после чего они стали центром информирования людей икс и в дальнейшем габриэль начал все больше и больше погружаться в образ нового лидера иксменов и сведущим мутантов как правда не вскрылась каким образом на самом деле крокоа отправилась в космос и что случилось с командой чего габриэль решил убрать свидетелей в виде профессора икс и своего родного брата но те заблокировали его способности и обратно отправили на крокоа где тот остался в одиночестве хотя и неспорченной репутацией как если бы кто-то узнал что сделал на самом деле габриэль это ударил бы по репутации мутантского сообщества ну а в плане же способности у габриэля имеются способности контролю энергии просто это крайне развитый контроль в виде омега уровня ну а на этом у нас уж точно все спасибо что вы смотрели до конца пожелайте в секретские лайки и вменяйте колесую подписку вам несложно нам приятно с вами доктор новизис и до новых встреч и мир в небо вам с головой